я хочу рассказать о том как знание митохондрий может помочь взглянуть как-то по-другому на понимание анти ишемической защиты я сразу первую фразу которую я хочу повторить вы хочу заявить этой фразы и она будет каким-то основным моментом проходить через весь мой доклад митохондрий это бывшие бактерии как до которой когда-то 1 миллиард лет назад образовали вместе с ядром эукариотическую клетку поэтому митохондрии все-таки они до сих пор наверное помнят то что они когда-то были бактерии и я попытаюсь примерно так совместить вот эти два понятия это не совсем прокариоты это часть нашего организма но поведение их внутри нас внутри наших клеток она какое-то странное которое не позволяет мне говорить о том что это настоящие симбионты и они мы с ними в дружбе и мы с ними мы мы друг мы друзья и мы с ними делаем одно общее дело данное общее дело но вы сейчас увидите как я погрузившись немножко в другой мир показываю о том что все никак не очень однозначно здесь есть ну во-первых давайте посмотрим вот есть такая фраза два мира две системы я думаю что это фраза принадлежит ленину оказалось нет не ленину но как бы то ни было есть аэробный и анаробный мир я хочу заглянуть в аэробный мир это тот мир который живет с вот в том в той концентрации кислорода который у нас есть примерно 20 процентов я понимаю что здесь не совсем 20 может быть а чуть чуть пониже если если ткани а ткани имеют немножечко ниже по 2 но как бы то ни было и есть анаробный мир который живет в условиях низкой концентрации кислорода и я хочу заглянуть в этот анаробный мир понимая что эволюция пошла по пути а эволюция скорее всего намного мудрее чем мы с вами есть и вот по какому пути она пошла чтобы адаптировать себя под к условиям низкого низкой концентрации кислорода и вот это заглядывание вот этот анаробный мир может быть поможет нам определить нельзя ли их стратегию стратегию разные стратегии как выжить как сделать энергию как нельзя не поможет ли она нам использовать вот эту стратегию в дальнейшей борьбе с ишемией вообще мы понимаем что даже аэробный мир на мы с вами аэробы мы живем в условиях нормальный в комфортных условиях нормальных сразу кислорода но порой возникают проблемы и наши органы подвергаются ишемическим от ишемической атаки и вот в частности скажем вот облабо обладатель этого сердца который ушел в конечном итоге наверх вот за счет того что произошло атака ишемическая атака вот эта часть сердца вот здесь окрашены таким не совсем розовым а серым цветом вот эта атака привела к тому что опять же хозяин вот этого сердца ушел наверх и наша задача заключается в том как предотвратить или как но хотя бы уменьшить те пагубные воздействия ишемии которые мы наблюдаем и я сейчас буду рассказывать о двух мишенях которые я предлагаю они не очень рассматриваются скорее всего рассматривать только я пока сегодня на данный момент которые могут посмотреть взглянуть а может быть зная вот эти механизмы мы попробуем использовать эти механизмы для того чтобы вот этот хозяин остался бы на это осталось по крайней мере какое-то время на этой земле значит я хочу сказать что в принципе казалось бы вот есть у нас кислород митохондрии как если вы все знаете митохондрии занимаются аэробным катаболизмом а родным метаболизмом и митохондрии превращают в конечном итоге окисляют субстраты и конечный итог деятельности митохондрий это производство атф с точки зрения энергетики атф который мы расходуем на то чтобы вот я языком двигал то чтобы были емные градиенты для то чтобы было были всевозможные механические химические физические действия вот но для того чтобы сделать атф сначала нужно окислить субстраты которые мы потребляем вместе с едой в частности во время ланча вот перед переваривается конечный субстрат идет окисление окисление всех наших элементов пищи и конечно терминальным элементом окисления является так называемый стахромоксидаза стахромоксидаза это терминальная часть дыхательной цепочки который в конечном итоге передает электрон на кислород потом берется на находит этот отрицательный заряженный кислород еще два протона и образуется вода вот этот процесс этот процесс так называть окисление так вот казалось бы этот мир анаэробный мир или тот мир который вдруг стал анаэробным он ему митохондрии то не очень нужны кислорода нет тогда митохондрии с точки зрения функциональности она мертва зачем нужна митохондрии как если мы вы не можете делать а т.ф. потому что нет стахромоксидаза кислорода то нет зачем стахромоксидаза есть нет еще других компонентов есть другие но митохондрии есть и вообще нет ни одной живой системы насколько я знаю все время пытаются найти нет ни одной живой системы в которой бы эукариотической системы в которой бы не было митохондрии а тогда для чего митохондрии нужно даже у тех организмов которые претерпевают вот которые живут в почти в анаробном мире и вот тут нужно понимать что производство энергии это не основная деятельность митохондрии вот деятельность митохондрии ограничивается вот этими множественными функций из которых некоторые ну уникальные ну настолько важны потому что производить энергию мы можем не только за счет митохондрии есть еще гликолитические процессы процесс гликолиза и там худо-бедно вы можете получить а т.ф. а вот митохондрии это уже вот так когда вы находитесь в отсутствии кислорода какой какой митохондрии какой а т.ф. зачем но вот например железно-серные кластеры а нет ни одной живой системы в которой бы железно-серные кластеры бы отсутствовали нет это обязательный командир и он делается внутри митохондрии а вот апоптос апоптос без митохондрии вообще-то мистерально направлены направленные действия связанные с извлечениями из митохондрии апоптотических сигналов и так далее апоптос обязателен уничтожение ненужных клеток это обязательно поэтому митохондрии когда говорят но зачем митохондрии скажем в аскориде а скорее живет весь кислорода зачем а вот затем затем чтобы делать вот все остальные я их называю альтернативные функции давайте рассмотрим 2 2 2 мишени которые я выбрал из множества мишени они нетрадиционные нетривиальные мишени воздействия 1 белковый ингибитор от и фазы вряд ли эта фраза о чем-то вам говорит вот это этот за эту структуру было получено по крайне две нобелевские премии эта структура так называемый от эфсинтазы это структура которая из градиента на внутренней мембране градиента протонов и электронов там есть электрическая составляющая есть концентрационная составляющая градиент протонов который образовался опять же за счет того что окислили субстраты у нас образовалась энергия на мембране электрохимический потенциал елов водорода и вот это вращающая машина потрясающий по своей красоте и смыслу она использует этот градиент протоны вращается в мембране и вот за счет этого вращения образуется от и он полетели вот эти птички это прилетающий адев суда каталитический центр от эфсинтазы и улетающий от эфс отсюда и вот этот мембранный потенциал который образовался за счет за счет вот окисление субстратов он превращается в конечном виде ваты но это тогда когда все хорошо у нас а когда не хорошо вот видите вот она вращается и вот эта митохондрия она живет у нее есть внутреннее пространство есть внутренняя мембрана она а тф потребляется снаружи митохондрии в клетке цитозоли за счет действий сократительных белков опять же за множество процессов которые требуют от эфс она выбрасывает от эфс вот этот транслокатор так называемых нуклеотидов выбрасывать от эфс потребляет а дф а дф используется вот здесь фосфорилирует c и образуется от и вот такой несложный хотя и очень мудрёный такой очень сложно организованный путь схематически несложный но вот при за произошла катастрофа кислорода нет что делает митохондрия кислорода нет бессмысленно нет мембрана потенциала нет вот эта машина на этой машине нужно крутиться что делает митохондрия она начинает крутиться как если вы заметили в другую сторону смотрите она крутилась в эту сторону и машина стала крутиться в другую в обратную сторону это значит что она стала не из мембранного потенциала делать а тф а из а тф делать мембранный потенциал это говорит о том что мембранный потенциал для митохондрии вот этот электрическая составляющая для нее намного важнее чем делать а тф и давать его клетки и вот тут проявляется такое эгоистическое появление проявление митохондрии такое полупаразитическое хотя клетки в момент ишемии ей наоборот важно у нее кризис по тф кризис энергетический кризис но митохондрии плевать на этот кризис она накачивает себя мембранный накачивать себя обращает обращает вот эту реакцию и уже а тф наоборот идет в митохондрию вот здесь идет митохондрии и здесь гетеролизуется чтобы сделать мембранный потенциал и это эгоистическое проявление митохондрии быть о том что митохондрия в принципе она организовала себя вот вот она организовала себя так что ей мембранный потенциал ну крайне важен крайне важен и чтобы то ни было она должна выжить чтобы выжить и не нужен мембранный потенциал для чего нужен мембранный потенциал митохондрии это целый большой вопрос я мог бы не ответить но по этому поводу у нас существует достаточно много теорий но как произошло как произошел этот процесс в эволюции принципе вот опять же вспоминая что митохондрии это бывшая бактерия что было раньше вот этот процесс он был достаточно бессмыслен когда митохондрии была бактерии когда она плавала в лужи вот если бы снаружи не было бы кислорода а она была аэробной то ей бы просто бы наступил конец она не могла бы выжить но вот она попала в его кариотический миллиард лет назад попала и организовала и кариотическую редко она попала в ограниченный объем вот теперь она может себе сделать составить систему буфер буфер который бы позволял ей выжить и вот этот буфер является а т.ф. она т.ф. делает не для нас с вами она делает а т.ф. для себя самой чтобы забуферить делает там закат чтобы забуферить этот мембранный потенциал концентрация а т.ф. клетки несколько миллимолей наши все ферменты которые потребляют а т.ф. у них констант афинность концентра михаэлиса микромоли просто зачем задач спрашивает зачем так нужно много а т.ф. клетки который все ферменты насыщены по т.ф. если здесь химики есть насыщенный поделать а т.ф. не является регулятор а т.ф. нужен только для того чтобы забуферить энергетическую систему метафонды клетка возражает клетка не хочет клетка создала один ну вот тут все все не так вот здесь клетка создает один белковый один белок который называется белковый ингибитор она препятствует вот этому гидролиза т.ф. и препятствует она не хочет есть две стратегии стартеге митохондрии стартые клетки как оказывается и они не совпадают и клетка делает вот этот белковый ингибитор ингибитор и фактор one вот она делает и она просто тормозит движение в обратную сторону когда гидролиз идет начинает вращаться а т.ф. синтаза в другую сторону она тормозит она вот как клещами зажимает и тут вот этот самый фактор который не имеет аналога который на самом деле фактор закодирован ядерной днк фактор я не нашел ни одного аналога эволюционно аналога этому фактору чисто структурному аналогу и это был явный ответ клетки на вот такое эгоистическое проявление метафонды но как бы то ни было как бы то ни было вот здесь начинается борьба с гипоксией каким образом и вот этот фактор является один из пристальных моих точек на которые нужно взглянуть чтобы понять и по чтобы регулировать вот это вот как бороться с ишемией и как с ней можно можно как я свою подсказочку оставил извините я за ней бегал потому что я могу ошибиться прошу прощения вот значит дальше ногами этот фактор вот этот фактор который находится это вид вот вот этот вращающаяся единичка вот она вниз головой у у нее есть это он похоже на гриб если кто-нибудь примерно видел и раньше где-то читал про атефсинтаза она похожа на грибок действительно есть ножка есть шляпка шляпка виде вот этой каталитических вот этой 3 3 альфа и 3 бета субединицы вот они вот здесь находятся и белковый ингибитор вот он здесь вот такая альфа структура вот здесь альфа структура вот это альфа структура находится на каталитические бета субединицы вот они и являются для меня является одним из предметов очень тщательного рассмотрения в смысле использования йод для антишемической стратегии потому что потому что он является эволюционным сопротивителем сопротивлением вот это его поведение митохондрии в ответные ишемии так следующий фермент следующая моя мишень это фумарат редуктаза вам сейчас это ни о чем не будет говорить сейчас попытаюсь рассказать вообще я сейчас опущусь или поднимусь в анаэробный мир все зависит от того какая точка отсчета опускаться или подниматься в анаэробный анаэробный мир он на самом деле не только у прокариотов не только у бактерий это анробный мир присутствует как я сказал у червей у губок и так далее многие живут в условиях малой концентрации кислорода одни из интересных для меня предметов это глисты вот скажем аскорида которая умеет и адаптировалась она к содержанию низкой кислорода вот цикл вот это вот этого цвета развития червя и вот у него есть по крайней мере три стадии стадия ведь яйца яйца попадающие в почву и в почву вылопливается какая-то личиночка 2 стадии личиночки и в почве концентрация в достаточно высокая около 20 процентов соответствует нашему нормальному содержанию после этого за счет немытых рук все это попадает вам в рот и в конечном итоге попадает в легкие вот эти личинки падают легкие где концентрация тоже достаточно высоко под 13 процент кислорода после этого из легких опять в в рот в пищевод в кишечник попадать все в кишечнике а вот здесь уже концентрация порядка двух пяти процентов и вот тут то вот вот это взрослый особь вот этот червяк либо это нематода вот та которая исследуется нематода всеми генетиками гематода которая которая является предметом где всевозможной кинетической манипуляции все то же самое как и как и аскорида и и вот я хочу сравнить как сумела аскорида уйти от этой своей аэробной жизни и что она приобрела перейдя в анаэробный мир а вот что она приобрела вот смотрите вот как была был наш нормальный мир это дыхательная цепочка митохондрий мы окисляем всевозможные субстраты как я вам говорил образуется у нас на адаш дальше есть хинон так же убихинон может быть вы слышали пензим кудесатый кудесан вот эти все такие аптечные препараты вот убихинон он восстанавливается и дальше электрон скачет по всем компонентам доходя до цитохромоксидазы и здесь он отдает электрон на как я сказал на кислород и образуется вода но вот этих компонентов нет в аэробном звери аэробный зверь имеет вот эти компоненты спрашивают а зачем я скажу зачем но он не имеет вот этих компонентов поэтому вот эта прямая цепь тупиковая митохондрии есть производить нужно атф и вот митохондрии начинает производить атф используя только вот кусочек дыхательной цепи здесь она производит атф здесь здесь и здесь в трех местах есть места сопряжения здесь второе и третье место потеряны но можно за счет первого места но тут проблема а проблема заключается вот следующим что вообще-то в принципе есть никотиновый амидинуклеотид который восстанавливается вот если кто-то знает гликолиз кто-то следил кто-то слушал читал то образуется процессе гликолиза всего лишь там где молекул от и образуется из гликозы молочная кислота но образуется на дашь вот восстановленный эквивалент и если у вас на дашь очень много а это вся система восстановлена то все останавливается гликолиз и ей нужно ему нужен над а вот тут на дашь и 1 даже как-то нужно избавиться куда ты его нужно слить куда бы слить он сливается в обычном мире он сливается идет идет в цикл крепца окисление перу вата от сил кинзима крутится вертится на дашь окисляется вдыхать на цепи вот этим путем но тут этого нет как избавиться на дашь и вы оказалось одевается от на дашь оказалась система вместо уби хинона она использовать другой синон так называемо рода хинон я через два слайда покажу почему что такое хинон вы тоже если ведь тут есть химик я не знаю какое образование аудитории она использует рода хинон и вот если вот здесь вот есть такой называемый второй комплекс здесь который передарю отчисляет сукцинат в норме сукцинат гидрогеназа называется в норме сукцинат из сукцинат и если вы знаете цикл крепца и сукцинат образуется фумарат потом молод оксалацитат и так далее вот и вот эта норма и сукцинат фумарат а вот здесь в амеробном здесь рода хинон и из рода хинон делает так что система обращается из фумарата сделать сукцинат я сейчас скажу почему вот из фумарата и вот тут-то характерная особенность вот этот фермент который осуществляет это называется сукцинат до гидрогеназа обратный называется фумарат редуктаза и вот фумарат редуктаза является одной из особенностей этого самого анаэробного мира он было ровный он было ровно он все помнит у них у нее в генах зашиты и этот и этот фермент но он перешел вот на этот фур дальше сукцинат образуется в конечном пути сукцинат который куда-то там выбрасывается из этой из этого червяка выбрасывается но он избавился от на даша он окисленно дашь и вот здесь он заработал еще от и с почему почему родыки что вот вот эта картинка она может быть более подробно показывает что происходит в личинке а что происходит во взрослой от глюкоза окисляется глюкоза образовалась фосфоренол перу ватт в норме у нас с вами когда кислорода скрыл хорошо перу ватт образовался он перу ватт транспортируется через мембранный митохондрит мембранный митохондрит и кристы он идет внутрь потом выразуется осилок энзима который сгорает цикле крепцы вот это все рассказывал цива крепцы здесь есть любых и нон и так далее у червяка немножечко не так все как-то вот вот ему бы перекинуть бы вот этот на дашь она дашь не умеет ходить через мембрану перекинуть через мембрану через внутреннюю мембрану он уже образовал на дашь вот здесь вот здесь вот образовал и он этот на дашь на дашь не умеет ходить но зато умеет ходить аксалацетат аксалацетат на дашь используется на то что аксалацетат превратить малат малат идет внутрь вот и дальше опять уже снова образуется на дашь тем сам вот здесь на дашь потребился здесь на дашь выделился тем самым это эквивалентно тому что на дашь про транспортироваться через внутреннюю бранами тахоны дальше на дашь пошел вот в эту вот в нашу короткую но сложно короткую до сложную дыхательную цепочку он пошел и при помощи рода хинона он образовал из фумарата образовался к сына почему вот это вот это так называемый секс и над вот это называемый комплекс 2 вот как образован вот как работает этот комплекс 2 у взрослого червяка и как у личинки или у личинки у личинки наоборот они восстанавливают обе хинон а здесь рода хинон идет и дает восстановленный хинон важно почему рода хинон и как чем вот как как бы это намазать на наш хлеб вот эти знания очень просто вот посмотрите вот редокс потенциал если вы знаете есть стандартный редокс потенциал пары окисленно восстановлены пара вот пара на дашь над мощная колоссальная энергию у нее минус 320 милливольт минус 320 милливольт она может окислить кого угодно вот но электроны берет ну и протон про тут тоже берет уби хинон у которого потенциал редокс потенциал плюс 110 этих плюс идет электрон да вот идет вниз вот эти электроны идут уби хинон и этот уби хинон дальше его потенциал таков что он готов сделать из сукцината фомара но вот в анаробных условиях этот путь не годится в анаробных условиях берется тот рода хинон у которого потенциал немножечко ну как немножечко он более отрицательный чтобы чтобы не запустить потому что при этом потенциале возможна только реакция из сукцината фомарат а если мы народы хинон дадим электроны то будет реакция обратная из фумарата сукцинат вот так решила доктор решила система с моей точки зрения но не очень разумно ну что ну фумарат лево образуется сукцинат образуется вывод здесь нет оказалось вот так так легче так просто но нам как чем это помочь ведь мне нужно чтобы она чтобы мы в условиях ишемии взяли что-то такое рациональное а что рациональный можем взять а мы рациональный можем взять то что каким-то образом за активировать эту фумарат редуктаза пустить вот этот путь чтобы сделать энергии прошли на чем иначе мы не выжим отпустить этот путь но тот путь не работает вот этот путь не работаю бессе но нужно выключить значит нужно рода хинон нам бы в рот взять и соответственно попробовать нам вот запустить вот этот путь что нам чё нам не хватает для того чтобы запустить вот этот анародный мир активировать фумарат редуктаза и найти рода хинон рода хинон к сожалению вот этот животный мир который показывает что рода хинон он находится находится в разных там губках и так далее в моллюсках вот здесь артропода вот ну и простейших там очень много по большому счету когда посмотрел на думаю поможет ли мне эта таблица но внизу авторы которые сказали вообще-то на самом деле по же животному царству не очень ясно распределение хинонов и рода хинон непонятно если он у нас с вами но то что он есть это факт потому что скажем ведь ну что нам до червяков ведь на самом деле очень важно что раковые клетки живут в условиях гипоксии если вы знаете вот солидные опухоли проблемы солидные опухоли это снабжение кислородом и питательным веществом поэтому восклиризация ангиогенез так называем очень важен для опухоли и одним из одной из стратегии борьбы с опухолями является ангиогенез убрать не дать возможность восклиризации ткани но опухоль пошла именно по этому пути опухоль пошла по пути активации форма артередуктазы и использование каких-то хинонов каких хинонов я не знаю но именно не уби хинона а это вот у нее до сих пор пока еще эти мысли никому особенно не приходили в голову что можно вот так прийти потому что потому что вот это то о чем я рассказывал все эти ингибиторы все ингибиторы фумарат редуктазы все скан в частности вот ингибитор марат ребят прекрасное антигельминтные средства прекрасно но мне но я сами понимаете от не очень много народа умирает от глистов а сколько народ умирает от ишемических атак это ужас вот поэтому и вот эти антигельминтные средства они широко известны и они являются ингибиторами фумарат редуктазы в частности я на следующем слайде покажу ладно с дурахиноном не ясно есть он у нас нет это нужно выделять не просто есть методы выделения не очень ясно если но у нас есть другой хинон с вами у нас есть собственный хинон кроме уби хинона в нашем теле содержится так на замена хинон не на хинон это производные витаминов к который вы наверно слышали он обязательный фактор который фактор который служит для активации разных компонентов свертываемости крови когда этих компонентов когда от витамина к недостаток очень плохо свертываемости крови витамин к есть витамин к на самом деле это целое большое большой класс на следующих слайдов увидите осталось там три слайда по моему меня вот вот в частности вот на фуридин вот ингибитор со этой самой фаворат редуктазы прекрасно антигельминтные средства скорее всего это как раз прекрасное анти раковые средства но мне в данном случае важно то что да я задавлю может быть рак задавлю но кризис сегодня кризис сегодня с ишемии с рак рак можешь подождать мне нужно пройти кризис который потом приведет к адаптации ишемическую прикинционирует так далее мне сегодня нужно побороть ишемии мне наоборот нужно активировать этот путь не заингибирует активировать этот путь вот это ингибитор но эти ингибиторы они очень полезны в том плане что если у нас имеется какие-то признаки ишемической толерантности если вот этот на фуридин я дальше покажу еще перантел вот если он заингибирует это значит мы активировали вот эту систему которой есть углистов вот он меня киона вот он меня кинон его редокспотенциал еще менее электроотрицательный то есть он спокойно вот эту вот эту реакцию он спокойно активирует то есть фумарат превращает сукцинат фумарат редуктаза вот то есть у нас есть формально у нас есть внутри нас с вами эти самые компоненты которые позволят нам я подглядывал что было упротом про криот что было у она и робот позволит нам обеспечить может быть но нужно нужно собраться нужно посмотреть и разобрать эту стратегию вот вот и в итоге получается вот у нас у бахинон который стандартные вот такой кинзим к 10 вот он вот такой вот родохинон вот это метахинон который витамин к 3 вот эти витамины витаминов у нас в принципе я знаю витаминов 3 по крайне хотя на самом деле вот длина цепочки боковой цепочки она очень разная витамин к 3 замечательными с прочим витамин я знаю одного американского ученого я имел счастье в работе не в лаборатории он не получил нобелевскую премию потрясающий человек в филадельфии работал он при помощи витамина к 3 а витамин к 3 сможет снять электроны с разных компонентов с разных мест и они это наверное единственный случай когда они за счет крисп каст системы удалось редактировать пораженный геном женщина больная битокодриальной болезни у нее была проблема с витамином b фуз витаминов с электронным переносчиком цитохромом b одним из б мутант электроны не двигались она вынуждена была передвигаться на коляске и он догадался дате витамин к 3 который шунтировал этот путь пораженный путь шунтировал просто обошел его эта женщина могла без коляски пройти как говорится три квартала что было великой победой это вот вот для меня это было вот тогда великая победа но бокс не к 3 к 3 нам для антишемической борьбы не годен потому что он слишком водорастворимый и он будет брать электрон из нужных и ненужных мест мне лучше взять к 2 вот к 2 он жирный хвост он сядет за якорица в нужное место и снимет электроны как раз вот вот с тех самой фумарат редуктазы будет работать на формат редуктазы вот ну и к 1 но он тоже кратковат и но я думаю кто-нибудь вообще догадался где пасал на днях смотреть думаю кто не догадался использовать k2 как антишемическое средство и нашел вот пожалуйста минохинон минохинон 7 защищает астроциты от гипоксического воздействия ура единственно вот пока очень слабенько в журнале и они они опять же идут с идеологии антигельминтных средств и так далее что мне не очень интересно и от антишемических антираковых и так далее мне на данный момент борьба с борьба там скажем против а против раковой стратегии антишемической стратегии они взаимосвещающие к сожалению потому что но нам нужно ишемическая стратегия заключается в том что нужно пережить кризис потом будет адаптивный процесс и рак за это время не успеет может быть развиться вот этот кризис нужно пережить вот вот перантел вы знаете у многих есть животные и им дается антиглистный препарат вот вот сам перантел вот помад который дает высокую растворимость надо специальный такой партнер который дает нам вот вот такое вещество и это вещество в принципе если у нас имеет системы которые по разным причинам мы создали ишемическая толерантность вот это должно это ишемическая толерантность теоретически убить убить предсказание если система работает так то сукцинат вообще в системе должен возрасти и и действительно вот посмотрите вот сукцинат когда дается гипоксические и гипоксические воздействия сукцинат системе резко возрастает просто просто вот возрастает в норме там 10-20 микромолей сантима может возрасти до 3 5 а то и 10 миллимолей сукцинат растет и это являет это говорит о том что та система я прав то система формат редуктазной работы вторая вещь генерация рост в этих условиях выше должна быть рост это активная форма кислорода тут есть есть одна вещь которая никем не объясним как сказал бы активные формы кислорода те самые кислородные радикалы и так далее вот химическая реакция прямая это как она реакция первого порядка чем выше концентрации кислорода те выше концентрации должна быть активная форма кислорода просто потому что вот потому что вот так из константа есть но как-то странно возникает вот идет идет вот вот вы уменьшаете концентрацию кислорода уменьшаете а потом при низких значениях кислорода активные формы кислорода наоборот взбухают наоборот выше никто не мог понять как это может происходить за счет чего кислорода мало аросов становится больше Ну, РОСов это АФК или активные формы кислорода. И тут-то я начинаю понимать, что все-таки, наверное, скорее всего, вот работает за счет вот этой системы, вот этот самый комплекс второй. Вот здесь образуются РОСы, которые в норме практически при окислении сукцината, их почти нет, если нет обратного транспорта электронных надо дать, их нет. Но если вы запускаете обратную реакцию, то тогда РОСы просто взбухают, активные формы кислорода генерируются с дикой силой. И вот это показывает, как при концентрации сукцината активные формы кислорода, будь то супероксид, будь то перикислорода, сильно возрастают. И это объясняет, говорит, знаете, опухоль использует это дело, использует, потому что вот эта фумратредуктаза, она активирует, она приводит при активации, приводит к тому, что генерация выше, а РОСы не нужны для пролиферации. Без РОСа пролиферации нет, она активно пролиферирует в условиях высокой концентрации кислорода. Все, я закончил, на этом спасибо. Подскажите, пожалуйста, а почему при очень больших концентрациях сукцината у нас зависимость вниз шла? Понимаете, есть принцип Леш-Этелье, который механизм называется обратной связи. Когда уже субстрат начинает давить реакцию, когда у вас субстрат не революционно, начинается механизм обратной связи просто тормозить прямую реакцию. Я думаю, что это так. На самом деле, это я так, кстати, формально ответил. Во чем-то счет, это никто не знает. Потому что есть, у меня, я еще, раз я не вышел из-за пределы, вот эти временные пределы, На первой лекции Семьянова мне хотелось задать вопрос, но так как было мало времени, несколько перебор был по времени, я не очень понимал, я хотел задать вопрос. Вот понимаете, вот ишемическая толерантность у каждого органа, я отвечу, я приду, позже я приду к этому, вот к этой кривой. Вот почему загиб, почему разные органы имеют, обладают разной ишемической толерантностью. А вот мозг, про который он нам рассказывал, он практически им не обладает. Отсутствие кислорода на протяжении уже нескольких минут фатально. И фатально не для мозга, фатально для всего организма. Вот сердце, почки и все остальные ткани, они могут пережить кризис, там может быть полчаса, час могут пережить. А мозг, когда ему не дают 3-4-5 минут, происходят необратимые изменения. У него нет устойчивости к гипоксии. Да, у сердца есть специальные механизмы, специальные буферы в виде миоглобина, цитоглобины в разных других. Но как бы то ни было, я хотел задать вопрос, а как бы, почему природа решила, она вмешалась и придала ишемическим толерантам с механизмом и с Егором Юрьевичем много лет исследуем этот вопрос. Как устроен механизм адаптации, скажем, почки, но почему мозг, почему мозг, природа отказалась от того, чтобы мозгу придать какой-то механизм воздействия и противодействия. Нет, она через 5 минут элиминирует мозг, выбрасывается глютамат в диких количествах экзотоксических глютаматов. Глютамат взаимодействует с этим эндорецептором, мы увидели сегодня, воздействует на, потом выбрасывается через эндорецептор, вводится в клетке много кальция, кальция идет в митохондрии, образуется пора, выходит аптеки сигналы, конец системе. И это происходит в течение буквально минут. Почему? Я не знаю. Но единственное объяснение, которое я мог дать, мозг слишком высоко метаболичен. Он действительно потребляет 20% всего нашего кислорода, всего метаболизма, потребляет всего лишь, там у нас килограмм, два килограмма какого-то вещества. И потребляет он слишком много. И тут уже очень сложна регуляция, настолько сложно, что эволюция пошла, эволюция действительно она мудрее, чем мы сами. Вот, эволюция пошла по механизму уничтожить систему. Хотя для сердца она дает шанс, дает шанс каким-то образом попытаться выжить, пережить этот кризис. Мы с предыдущим докладчиком, который уже сбежал, мы с ним в прошлом году написали одно из такой эссе, оно опубликовано, что ребята, не шутите с мозгом. Вообще нельзя заниматься, это шла речь о том, можно ли так есть, так называемые, мягкие разобщители, такие вещества, которые способствуют, они активируют, они уменьшают теорию, не знаю, уменьшают как раз уровень активной формы кислорода. А мы написали, что вообще-то, ребят, не стоит вмешиваться в метаболизм мозга, не стоит, потому что идет активация дыхания, мозг и так работает, когда он активирован, а вы видели, Семьянов показывал, вот эти вспышки, когда он активирован, он находится, наверное, почти на самом пределе своего метаболизма. И ему нельзя выше прыгнуть, иначе это фатально. И вот когда речь идет о консенсационной зависимости, конечно, хорошо-хорошо, а потом просто очень паршиво, потому что там возникает, вот там начинается уже борьба других сигнальных систем, и известно вот эти разобщители мягкие, про которые мы с Денисом Николаевичем писали, чтобы лучше не вмешиваться в мозг. Вот аккуратненько-аккуратненько работайте с этим делом. Вот там, может быть, помаленьку, низенько, может быть, и можно, но это очень сложно нормировать. И вот тут, вот когда идет, мы называем это колокол, вот консеркционный разобщитель, вот который сбрасывает в ранний потенциал, он сначала хорошо-хорошо, а потом начинает тормозить вообще реакцию, тормозить, окисление тормозит, никто не может понять, до сих пор никто не может понять, за счет чего торможение происходит, за счет чего. Я вот вам дал объяснение, но это только, так сказать, вот просто, чтобы дать объяснение. Спасибо. Вопросов не появилось. Появилось. Спасибо большое за доклад. У меня вопрос. Правильно ли я поняла, что раковые опухоли активируют фумараторедуктазу? Получается, у них третье и четвертое звено дыхательной цепи не работает. Да, вы правильно поняли, но понимаете, тут такая вещь, что все-таки все, как говорится, все ходы записаны. Раковая опухоль, она обладает, она у нее записана, и цитохромоксидаза, она тоже прописана в ней. Она просто бессмысленно ее экспрессировать, потому что кислорода нет. Пока нет сосуда рядом. Пока не проросли сосуды, пока ангиогенез, если ангиогенез успел, и опухоль начинает, понимаете, ведь солидные опухоли, что такое солидные опухоли, речи не идет о поверхностном опухоли, которые вполне могут насыщаться кислородом и так далее, когда солидная опухоль, она растет, и она в основном живет, считается. Она в основном живет за счет гликолиза, энергию. Но ей не нужно бегать, ей не нужно прыгать, как нам с вами, как мне вот здесь. Мне не нужно много энергии, им не нужно, им нужна энергия только для того, чтобы делиться, делиться, делиться и делиться. И это значит воспроизводить все свои компоненты. И на это гликолиза почти хватает. Но они берут и митохондрии, которые в опухоли есть. Митохондрии нужны прежде всего для того, чтобы, в частности, подавить апоптос. Она давит апоптос тоже через опухоли. И то, что нужно железо-сервные кластеры воспроизводить, то, что нужно другие вещи делать, про которые я, она митохондрию держит для себя, для атак. И да, работает фомарат редуктаза, дотель, пока не сменилась ситуация, вдруг прорастет сосуд. Тогда нормальная дыхательная цепочка начинает работать, все хорошо. Это переключение, вот я про это переключение и говорю, что нам нужно научиться у себя самих вне опухоли найти этот переключатель, чтобы попробовать переключение. Потому что все компоненты их есть у нас. Они прописаны, они в геноме прописаны. И этот, не знаю, прописан ли родохинон, вот это проблема. Потому что я когда смотрел синтез родохинон, он не простой. Может прописано, а может быть не прописано. Ну, черт с ним, не прописано, не прописано, у нас есть Менхенон. А вот его можно использовать. Спасибо большое. Нет за что. Опа. Большое спасибо за ваш доклад, было очень интересно. Такой вопрос. Я так понимаю, вы преследуете цель спасти мозг в случае кислородного голодания путем включения механизмов, которые возникают в организмах при жизни в анаэробных условиях? Вы не очень правильно поняли, я бы не стал вмешиваться в это. Какие механизмы, в принципе, высокий метаболизм, очень высокий метаболизм, и любые манипуляции приведут, любые манипуляции метаболизма, любое внедрение, оно может привести к фатальным результатам, к фатальным исходам. Поэтому переключение на фумарат редуктазов, оно в опухолях есть, очень может быть, что это можно, но хватит ли энергии, вот то, к которой она привыкла. Который мозг привык, иначе, вы понимаете, он действительно привыкла. Я хотел задать вопрос Семьянову немножко другой. Я хотел Семьянову задать вопрос. Вот, вы же говорили о том, что вот у вас клеток-то много разного типа. Астроциты, глия, нейроны, эндотелий и так далее. И говорят, вот, потребляем 40% всего кислорода. 20% всего кислорода. А по конкретно фамилии, имена, явке, кто больше? Нейрон больше, чем глия, глия больше, чем... Вот, это нужно знать. Но как бы то ни было, метаболизм нынче можно задавить, чисто зная химию. Вот, просто понижением температуры. Вы понимаете, что скорость метаболизма, любая химическая реакция при увеличении на 10 градусов в 2-4 раза менее, более быстрая. Поэтому сегодня, реально, пока, на сегодняшний день, бороться с ишемическим повреждением, хотя бы на время... Вот, ишемическое повреждение, ведь происходит во время хирургических вмешательств, да? Вот, хотя бы на время операций снизить резко температуру. Очень может быть резко. Но это может быть тоже чревато, я не знаю. Там есть проблемы, там есть проблемы. Проблема для мозга пока на сегодняшний день есть ишемическая толерантность. Она есть, есть химические агенты. Есть, скорее всего, ишемическая толерантность, которая есть общая гипоксическая адаптация. Она есть. Она там, вот мы с Егором Юрьевичем исследуем, она есть у вас, но уже почти нет ее у меня, потому что я не молодой человек, мы исследуем возраст зависимости. Она есть. Она, нам, мы пытаемся понять, как она устроена. Очень может быть, что она здесь есть. И если мы ее увидим, если мы забьем этими противогрестными препаратами, тогда это, значит, вот так вот происходит за счет вот этой фумурат-редуктазы. Поняла, спасибо большое. Не за что. Спасибо.